Адаптировались к новым условиям и заодно постигли основы энергетики. На Малом море завершил свою работу первый в Иркутской области энерголагерь для детей. Какие дисциплины в течение двух недель изучали школьники из семи городов России. В курсе Юлия Поспеева. В пятером поднять и восстановить братскую ГЭС этим школьникам под силу. Схематичное строение гидростанции не выдержало байкальского ветра и упало. А вот для этой установки ветер был только на пользу, потому что помогал вырабатывать электроэнергию. Авторы этики других проектов по получению электричества – обычные школьники. Изобретатель из Красноярска смог воссоздать такую систему, которую можно реально воплотить в жизнь. Если бы у нас были генераторы и аккумуляторы, данный ветряк бы обеспечивал электроэнергией наш лагерь. Также в комплексе предусмотрена солнечная батарея, которая позволит обеспечивать тепловое снабжение. То есть не нужно проводить никакие лэп, все будет на месте. Поставили дом, поставили установку и все работает. Работать, учиться и отдыхать. На берег Байкала школьники приехали из семи городов России. Здесь открылся первый в стране энерголагерь. В течение двух недель ребята постигали не только общеобразовательные дисциплины, но и получали знания по энергетике. А для того, чтобы 100 ученикам быстрее познакомиться друг с другом, лагерь провели в форме игры. Темой стала модель целого государства со своими министрами, законами и даже валютой. Ее школьники получали за свои проекты. Эти условные деньги ребята могли потратить на реальные и полезные вещи. На самом деле они получили здесь знания, я не боюсь сказать, но может быть даже по многим вопросам гораздо больше, чем в школе. То есть они это увидели, как это делается на практике. Мы будем продолжать все наши программы образовательные. И я считаю, в общем-то, что это наиболее целесообразно. Целесообразным сочли руководители лагеря продлить его и на следующий год. Организаторами такого досуга стала крупнейшая в России в сфере энергетики, металлургии и горно-рудной промышленности компания «Н-Плюс Групп» и благотворительный фонд «Олега Терипаска. Вольное дело». Куем кадры для себя и не только для себя, пытаясь возродить интерес к инженерным специальностям. Потому что сейчас наблюдается большая нехватка специалистов именно в этой сфере. Участниками лагерей и других наших мероприятий в основном становятся школьники и студенты тех учебных заведений, которые входят в программу «Школа нового поколения», которые реализуют нашу компанию совместно с фондом «Вольное дело». В этом сезоне в лагере появилась даже традиция. Каждый отряд написал послания для будущих энергетиков, которые приедут сюда в следующем году. Все это поместили в коробку и закопали в землю. А сверху соорудили вот такую пирамидку, которую, кстати, очень популярно строить на Байкальской земле. Юлия Поспеева, Сергей Полянский. Новости по будням.